Сидоров. Это далеко под скидку. Снова мяч застревает в штрафной площади. Паника, суета. В это время Шамкин лежит. Держится за лицо. Было ощущение, что кто-то попал ему рукой. В район челюсти игра останавливается. В схожем же эпизоде в первом тайме Дмитрий Стрельцов карточки из кармашка извлекал. Показывает Толстопятов гематома. Вот она. Реакция какая-то ожидается игроками КамАЗа от главного арбитра сегодняшнего матча. А Шамкин не поднимается. Момент очень тревожный для гостей. Посмотри бы, конечно, за тем, что конкретно в этой борьбе происходило. А головами они столкнулись с Азатом Байреевым. Все стало куда более прозрачно. Фола не было. И столкнулись они довольно жестко. И голова центрального защитника Кубани была крепче. Здоровья желаем мы форварду КамАЗа Данилу Шамкину, которого придется менять. Попытался он подняться на ноги. Затем снова рухнул на газон. Удар в голову пришелся весьма увесистый. Серия замен. Вот Ильдар Ахмедзянова. Виктор Свежов готовится выйти на поле. Впрочем, не только он один. Кроме него Сергей Серченков. Лежит Шамкин. Теряют. Свои важнейшие силы сегодня и кубанцы, и КАМАЗовцы. И сам не может подняться. Шамкин помогает ему члены медицинской бригады КАМАЗа. Повело такое ощущение молодого нападающего. Автора двух голов и одной голевой передачи в составе КАМАЗа по прошлому поединку. Никак не может он прийти в себя. Здоровья! Данилу Шамкину. Не совсем скоро будем разбираться с тем, какие изменения на поле готовится Ильдар Ахмедзянов произвести. Шамкин даже не может до скамейки добраться. Нужно передохнуть рекламного счета. Три замены аж даже. Да, серьезно подошел к делу наставник КАМАЗа. Ильдар Ахмедзянов.